Человечество издавна стремилось к звездам. С незапамятных времен люди мечтали о полетах на Луну, на планеты, к далеким и таинственным мирам. Что же влекло их? Прежде всего, желание постигнуть неведомые фантазии. Людей всегда манили дали. Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки космических аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты. Уходят к другим планетам автоматические станции. Можно сказать, что тут особенного. Но еще в первой половине 20 века о космических полетах говорили как о фантастике. 12 апреля 1961 года, ровно 60 лет назад, был запущен космический корабль «Восток» с первым космонавтом на борту. Им стал Юрий Алексеевич Гагарин. Он провел на околоземной орбите 1 час 48 минут, один раз облетев вокруг планеты на корабле «Восток-1». Во время отрыва ракеты от Земли Гагарин воскликнул «Поехали». Эта фраза стала символом космической эры развития человечества. Первые 108 космических минут, звучащие на весь мир русское имя Гагарин. А помнят ли жители города эту знаменитую гагаринскую фразу «Поехали»? И знают ли они ивановцев-земляков, внесших значительный вклад в развитие космонавтики? Эти и другие вопросы задали работники центральной библиотеки жителям города. А вы помните первую фразу, которую произнес Юрий Гагарин, когда влетела ракета? «Поехали». «Поехали». Вы знаете это слово? Да, забыла, как там вперед. «Поехали». Правильно, он сказал «поехали». Поехали. Вот, замечательно, большое спасибо. А вот какую фразу он произнес после старта? «Поехали». Молодец. В 2021 году исполняется 60 лет первому полету человека в космос. И мы вправе гордиться тем, что дорогу к звездам человечеству открыла наша Родина с космодромом Байконур, первого космодрома планеты. Первым человеком, отправившимся в космический полет, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Наша страна первой осуществила запуски искусственных спутников Земли, Солнца, Луны, автоматических станций к Венере, Марсу, пилотируемых космических кораблей. Первым, в открытый космос вышел наш советский летчик-космонавт Алексей Леонов. А первой в мире женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова. В нашей библиотеке широко представлены книги, посвященные космонавтике, ее истории, охватывающий период от мифологического Икара до ставшего легендарным Юрия Гагарина. Книга Виктора Степанова «Юрий Гагарин» и сборник «Первый космонавт планеты Земля», построена на обширном документальном материале, а также воспоминаниях близких, друзей и соратников первого космонавта планеты. В книге Ярослава Голованова «Дорога на космодром» прослежен многовековой путь мечты человечества о полете в космическое пространство. Книга составлена из биографий конкретных людей разных времен и народов, проложивших дорогу к сегодняшним стартовым площадкам. В ней также рассказано о работах Циолковского, Королева, Келдыша и многих других. В книгах представлена история космонавтики от первых фантастических замыслов проникновения в звездный мир до превращения космонавтики в важную область экономики. Сборник документальных и художественных произведений «Космос. Моя работа» как раз об этом. В настоящее время космос – это многих людей. Любой уголок нашей страны так или иначе связан с темой космоса. Исключением не стала и наша Ивановская земля. Книга-альбом известного ивановского журналиста, историка, краеведа Игоря Павловича Антонова «Космический триумф земляков-ивановцев» – это первая попытка рассказать о судьбах ивановцев, которые внесли заметный вклад в историю освоения космического пространства и развития космонавтики. Мало кто знает, что наши земляки были в числе первопроходцев в исследованиях, связанных с созданием систем ориентации, стабилизации, управления спуском современных и перспективных аппаратов в земной атмосфере. Большинство из 18 героев книги жили и учились в Иванове. Здесь начался их трудовой путь. Многие годы информация об их работе была засекречена. И теперь, благодаря книге Игоря Антонова, мы можем узнать много интересного о судьбах ивановских покорителей космоса. Фамилия Бальмонт близка каждому, кто родился на Ивановской земле. Но прославил ее не только Константин Дмитриевич своими замечательными лирическими произведениями, но и его внучат и племянник Борис Владимирович Бальмонт. В годы развития космической промышленности он возглавил межведомственный координационный совет по созданию и реализации беспрецедентной уникальной программы МКС «Энергия Буран» самого масштабного проекта в советской космонавтике. Именно под руководством Бориса Владимировича была создана огромная ракета-носитель «Энергия», способная выводить на околоземную орбиту 105 тонн полезного груза. Благодаря уроженцу Шуйской земли запущен первый спутник серии «Экран», в результате чего 20 миллионов жителей Советского Союза получили возможность смотреть центральное телевидение. Он сделал блестящую карьеру, пройдя путь от инженера-конструктора до министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. В наступившем году исполнилось 110 лет со дня рождения основного теоретика советской космонавтики Мстислава Всеволодовича Келдыша. Наш край также связан с именем этого великого ученого, ведь с 1918 по 1925 год семья Келдыша проживала в городе Иваново-Вознесенске. Образование он получил в 30-й школе областного центра. В книге подробно рассказывается о детстве и юности Мстислава Всеволодовича, а также о становлении неординарного и талантливого ученого. И таких имен немало, в книге можно найти информацию о шуянах Владимире Ивановиче Курбатове и Льве Николаевиче Лаврове, ивановцев Евгении Васильевича Шабарове и Сергея Викторовича Федосове и многих других, биографии которых могут служить яркой иллюстрацией истории нашей страны. Мы надеемся, что эти книги найдут своего читателя и ждем вас в нашей библиотеке.